всем привет сегодня у нас четверг 27 хотел сказать ноября 27 февраля вот предпоследний день зимы я сейчас еду с тренировки поеду сейчас забирать полину из ее после школьной программы или как того места где она находится после школы за это юс центр у нас на базе вот решила вам показать закат наш небо красивое кто-то там говорил что у нас потеплело весна у вас еще зима месяца два будет ну у нас здесь переменная погода и облачность сегодня у нас принципе не так и тепло 0 градусов но последние несколько дней днем где-то было плюс 5 поэтому снег почти растаял но завтра в субботу и воскресенье ожидается резкое похолодание очень сильная и метель всех предупредили чтобы запасались продуктами сегодня потому что не знают насколько много будет снега вот обещают где-то от двух до восьми сантиметров но она конечно обещают столько может быть намного больше поэтому лучше быть конечно готовым поэтому говоря нас как бы на работе предупредили запаситесь продуктами на всякий случай если вдруг получится так что не сможете вылезти из дома вот и мороз будет вместе с ветром до минус 25-30 градусов вот такие вот резкие перепады в машине предупреждает что вокруг собирается снежный шторм зимний что будьте осторожны так пока я тут еду решила рассказать я уже правда ответила один человек спрашивал вот поэтому я написала ответ ну решил вдруг это будет интересно не только одному человеку поэтому решила как бы еще и видео рассказать человек спрашивал какие есть способы иммиграции в америку попадания в америку способов не так но и много легальных я не буду говорить про нелегальные люди конечно сюда приезжают разными путями устраиваются как могут я сразу хочу сказать что нелегально сюда приезжать я не совсем не рекомендую потому что это будет не жизнь а существование у вас здесь и все время даже если за вами вас не будут преследовать будете где-то тихонечко себе жить то в плане денег вы никогда не сможете здесь ничего достичь это не то что достичь как бы будете сводить концы с концами хотя может попасть такая работа что будет вполне прилично платить но насколько она будет надолго и вообще в общем про нелегальную перепропру нелегальное проникновение сюда я бы даже не думала какого-то кольцо отвалилось вот легальные способы ну первый способ по которому мы приехали это конечно грин карта пока ее еще не отменили и если вы ее выиграете то есть это как обычная лотерея это если выиграл поехал не выиграл можно и 15 и 20 лет играть и так и не выиграть вот поэтому играть то можно каждый год но если у вас есть желание сюда приехать то нужно как бы прорабатывать и рассматривать другие варианты потом для незамужних неженатых есть способ приезда сюда по браку здесь подводные камни такие что брак все-таки желательно чтобы был настоящий потому что ну не знаю кому как конечно но жить с человеком который с которого вышел вышла замуж или женился на которой только ради того чтобы сюда приехать не знаю это например не для меня и потом брак нужно еще доказать что он у вас не фиктивный через два года как бы проехал проходить повторное интервью что-то в этой машины впереди под нищим висит низко над дорогой не пойму так ладно отвлеклась вот поэтому если познакомиться по интернету если люди понравились друг другу то почему нет потом следующий способ это по рабочей визе чтобы приехать сюда по рабочей висе должна быть конечно же конвертируемая специальность и нужно найти работу и еще не просто найти такую работу который где нужны такие специалисты как в но в то же время еще чтобы работодатель захотел возиться с вашими бумажками оформлять вам эту визу и платить за вас деньги то есть вы должны быть действительно первоклассным специалистом потом есть такой вариант и многие им пользуются этот по студенческой программе по студенческой визе единственный минус этой программы так сказать это то что на нее нужны деньги потому что когда вы здесь находитесь как студент вы не имеете права работать я не буду сейчас говорить о том как студенты выкручиваются конечно подрабатывают нелегально мы говорим о легальных путях то есть будучи здесь студентом вы можете по моему даже не с первого со второго курса вы можете подрабатывать на кампусе своего университета если вас вас возьмут если там есть места но не только на кампусе и не больше двадцати часов в неделю то есть это деньги будут на зарплата конечно не высокая и деньги будут ну так в кафе сходить там и если молодой парень или девушка с друзьями погулять но на жизнь этого не хватит поэтому если вы едете сюда как студент во первых у вас должны быть деньги на учебу на оплату учебы во вторых на оплату жилья и на еду на проживание то есть если нужно машину купить по оплата учебы конечно зависит от того какой колледж какой университет это нужно непосредственно не узнавать в университете это очень разные суммы для того чтобы ехать учиться по специальности вас должен быть конечно же хороший английский плюс к деньгам потому что вам нужно будет сдать той фон экзамен до того как университет вообще начнет рассматривать но есть программы языковые люди приезжают изучать язык если они его не знают тогда если ехать по такой программе то тут вопрос только в деньгах и найти такую программу такие программы правда обычно коротенькие обычно шесть месяцев где-то год максимум но если приехать по такой программе потом можно пробовать поступать в а вы подучить язык уровня потом можно поступать учиться дальше по специальности закончив если вы полка получаете бакалавра заканчиваете здесь у вас есть что вы в течение этого года после окончания вы легально можете находиться стране и работать это как бы дается вам время на то чтобы пройти такую вот практику и многие люди как делают они вот заканчивают учебу устраиваются на это вот работа работать течение года не просто работают а как бы налаживают контакты связи находит работодателя который готов сделать им рабочую визу и работодатель делает рабочую визу а потом возможно и крит карту то есть вот через такой путь проходят как бы остаются здесь этот путь конечно очень денежный деньгозатратный я бы так сказала вот какой еще есть вариант так что то у меня из головы ну вот я в 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 что то угрожается и если в Если вам действительно что-то угрожает, то почему ехать так далеко, в Америку? Почему не поехать в ту же Европу, в соседнюю страну сбежать? Это как бы мои личные такие подозрения. Я думаю, такие подозрения есть и у тех, кто рассматривает дело. Поэтому здесь доказательства должны быть действительно сильные. Что вам действительно угрожают. Хотя я с этим не сталкивалась, утверждать не буду. Может быть, это не так сложно получить в бежище и остаться здесь по беженской программе. Да, вот заодно я тут вспомнила. Люди спрашивали, какие льготы или что положено, если ты приезжаешь сюда по грин-карте, на какие программы можешь подавать. Просто в этом видео сразу хочу ответить, что при прохождении в посольстве интервью вы подписываете бумажку, в которой как бы сообщаете, что... Ну и показываете свою финансовую состоятельность, опять же. И вот подписывая эту бумажку, вы подписываетесь под тем, что вам не нужна будет никакая помощь от государства. И что вы сами состоятельны и самодостаточны и сможете себя здесь обеспечивать. То есть, приехав сюда по грин-карте, вы, конечно, можете подавать какие-то программы. Никто не будет проверять. Ну, до порта времени вас подписывали вы там эту бумажку, не подписывали. И вообще, по какому вы здесь статусу, как вы сюда приехали. Но, как бы, если делать все легально, то вы не имеете права подавать ни на какие-то стемпы, ни на какие программы помощи от государства, которые, как бы, противоречат тому, что вы подписали. Вот как-то так. Небо красивое. Прям не верится, что снег, метель и вообще просто что начнется. Обещаю завтрак вечером. Такая погодка замечательная. И даже ветра сегодня нет, что удивительно для нашей местности. Вот такое вот видео получилось. Немного субборно это я так, что в голову думала, почему-то бы снять, чтобы, как бы, по сто раз не повторять. Потому что несколько людей уже это спрашивали. Так что, пишите комментарии. Если что-то еще непонятное, или если вас что-то интересует, я обязательно с удовольствием отвечу. Я знаю, люди спрашивали, там, просили рассказать Андрея о его учебе. Я бы, конечно, сама рассказала давно. Но я боюсь, что я, как бы, все подробности все равно не знаю. Не я же все-таки училась, а он учился. А он все никак не соберется. Так что, может быть, как-нибудь я его заставлю сесть перед камерой. Но пока у него как-то нет желания снимать на эту тему видео, потому что он говорит, что это было давно. И он уже многого не помнит. Ой, какой солнце, какой у нас сегодня закат, обалдеть. Вот. Так что ждите, надейтесь. Я постараюсь все-таки, чтобы это видео было. Вот. Да. И, в общем, спрашивайте. Я расскажу все, что знаю сама. Обо всем, в котором знаю. Ставьте лайки или дизлайки, если вам понравилось, если не понравилось. В общем, реагируйте как-нибудь, чтобы я знала, вообще, стоит ли снимать в таком формате. В дорожном, как бы, в хайвейном. Потому что я знаю, рисунок-то, картинка-то не очень смешно-доватое получается. В общем, как-нибудь показывайте, как вам оно вообще. Вот. Всем хорошего вечера, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!